Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы смотрите droider.ru Сегодня у нас необычный день. Это второй день после того, как началась конференция Google.io 2012 и на которой уже презентовали много всего любопытного. Много новинок, много хороших новостей для поклонников Google и не только для поклонников Google. И, казалось бы, вот, конференция-то прошла где-то далеко за Америкой, через океан. Но у нас в городе Москва уже есть кое-что интересное, что мы можем вам показать и это не шапка почтальона Печкина. Это планшет, который называется Google Nexus 7. Вот он. Наверное, на первый взгляд, если так на него посмотреть, сразу не скажу, что это именно тот планшет, но если мы повернем заднюю его крышку, то увидим надпись Nexus, увидим надпись Asus, которая нам сигнализирует о том, что именно эта компания, Asus Tech, занималась производством данного гаджета. Итак, давайте пройдемся по всем характеристикам, которые, возможно, вы уже прочитали в интернете. Итак, это процессор NVIDIA Tegra 3 с четырьмя ядрами и частотой 1,3 ГГц. Внутри есть оперативная память 1 ГБ. Есть экран с разрешением 1280 на 800 пикселей. Давайте включим экран. И диагональю, соответственно, 7 дюймов, как мы можем догадаться из названия. Есть фронтальная камера с разрешением 1,3 Мп и также аккумулятор с емкостью 4,325 мАч. В общем, достаточно много. Толщина 10,5 дюймов, масса 304 грамма, 340 граммов, прошу прощения. Это, в общем, хороший показатель для 7-дюймового планшета. Задняя крышка выполнена из вот такого пластика, немного прорезиненного, как будто на ощупь, с такими мелкими точками. По ощущениям, очень приятно. Хорошее такое покрытие и легкое при этом. Надо сказать, что здесь есть очень маленький люфт внутри крышки. То есть, если я нажимаю большими пальцами, там что-то продавливается. Такое ощущение, что можно было бы как-то повыгоднее расположить элементы внутри. Что ж, на фронтальной стороне мы не видим никаких кнопок. Все кнопки, конечно же, на экране. Здесь будет стоять последняя версия Android, Android 4.1 Jelly Bean. И фронтальная камера. Камера только одна. Второй камеры, основной, нету. Которая на многих устройствах находится вот здесь вот. Тут ее нет. Ну и, собственно, это оправдано тем, что устройство будет стоить недорого. И, как бы, делание фотографий на планшет, это не самая распространенная функция, для которой используются 7-дюймовые планшеты. Поэтому решили от этой камеры отказаться. И, наверное, даже это хорошо. Минусы, какие есть в этом устройстве? Они присутствуют. Здесь нет слота для microSD-карточек. Нигде мы не найдем этот разъем, к сожалению. Здесь нету модуля 3G. Но, возможно, в следующих версиях планшета он появится. Пока нету. Встроенная память бывает двух вариантов. 8 и 16 гигабайт. Так что больше 16 гигабайт вы никак не получите в этом устройстве. Но, возможно, этого и хватит для какого-то количества фильмов и книг, и музыки. Если вам это надо. Что ж, давайте перейдем к операционке. Быстренько на нее взглянем, потому что здесь последняя версия Android стоит как-никак. Вот так выглядит экран разблокировки на ней. Такие точечки распространяются от замочка. Можно в любую сторону перевести палец. Вот так выглядит главный экран. Давайте положим уже устройство на стол и будем смотреть на все ништяки, которые тут присутствуют. Здесь есть голосовой поиск. Конечно же, как и раньше в Google он был. Но тут он немножко доработан. Собственно, теперь мы можем искать и иногда получать голосовые даже ответы или ответы в виде виджетов. Все это немножко напоминает Siri, но сделано совсем по-другому. Сейчас он активно слушает, что я говорю. Но сейчас попробую заново что-нибудь найти. Пока работает фишка с голосовыми ответами только на английском. Поэтому сейчас я вам это продемонстрирую. Надеюсь... Да, это истинная правда. Именно такая погода сейчас на улице, за пределами офиса. Как видите, мы уже планшет по полной использовали. Он говорит уже, чтобы батарейка садится. Кстати, кроме этого, он умеет еще и считать. How much is 3 plus 7? The answer is 10. О, да. И это действительно истина. Итак, переходим к другим приложениям, которые тут есть. Тут уже по умолчанию стоит браузер Google Chrome. Это основной браузер операционной системы новый. И вот так вот он выглядит. Подробно на нем останавливаться не будем. Просто покажем, что он есть. Тут есть сверху вкладочки. Вот они так перелистываются. Можно открывать разные вкладки. И, в общем, пользуются интернетом. Что ж, еще хочется сказать, что тут есть такое приложение. Такой даже, как бы, часть операционной системы. Которое называется Google Now. Она открывается, если запустить приложение поиск, например. И это какая-то очень сверхинтеллектуальная вещь, которая анализирует те поисковые запросы, которые вы делали. Анализирует ваше местоположение, ваше расписание в календаре и много-много другого. И умеет вам различные вещи советовать и рекомендовать. Например, в данном случае у нас показывается погода. И у нас показывается какой-то список любопытных мест, которые есть поблизости. Вот, например, всякие кафе и бары. Можно как-то к ним перемещаться. В общем, тут также в операционной системе присутствует огромное количество других ништяков, бонусов и плюшек. Мы надеемся, что в скором времени мы сделаем подробный обзор всех их. Сейчас останавливаться не будем. Основное, мне кажется, мы уже показали. Ну, давайте взглянем еще раз на главный экран. Тут, собственно, изменился немножко виджет поиска, который сверху мы видим. Также изменилась панелька уведомлений. К сожалению, сейчас никаких уведомлений нет, но они будут выглядеть немного иначе. Будут более крупные блоки с уведомлением, если это необходимо. И, кстати, теперь эта панелька уведомлений выдвигается сверху, а не снизу, как у других планшетов на Android. Ну, вот такие вот первые впечатления от этого устройства. Кстати, сколько он будет стоить? Это же самое важное. Версия с 8 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 199 долларов. В Америке версия с 16 гигабайтами будет стоить 249 долларов. На полтинник, собственно, дороже. Когда в России появится этот замечательный девайс, мы пока не знаем, появится ли он вообще. Но надеемся, что это рано или поздно случится, потому что действительно за эти деньги, по первым ощущениям, вполне себе достойный аппарат. И он может найти свое место в кармане или сумке многих пользователей, не только Android. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Его подготовили Борис Иденский и Валерий Истишев прямо из офиса Google. Смотрите наш сайт droider.ru. Продолжение следует...